Если пандемия коронавируса, похоже, выходит на плато и затем инфекция должна пойти на спад, то с экономикой все обстоит менее предсказуемо. Чтобы удержать ее от еще более серьезных потрясений, государство постоянно расширяет меры поддержки бизнеса. На днях президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству к 1 июня 2020 года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и для социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщается на сайте Кремля. Таким образом, это станет еще одной мерой по поддержке предпринимательства. Между тем, далеко не все предыдущие решения оказали по-настоящему действенную помощь организациям и предприятиям, пострадавшим от коронавируса. Пока еще рано давать полную оценку мерам по поддержке бизнеса, предпринятым на федеральном и региональном уровнях. Какие-то из них еще притворяются в жизнь, а какие-то только должны заработать. Как, например, получение предпринимателями в банках двухпроцентных кредитов. Однако уже сейчас можно констатировать, что значительная часть фирмы и организаций оказалась отсечена от помощи. Например, потому что ее жестко привязали к коду основной деятельности. Многие, ну скажем так, не задумывались, когда много лет назад регистрировали предприятие, какой основной аквет. У них заявлен один, а ведут деятельность, а не по-другому. Или из их ведома администрирующий орган поменял такой аквет. И многие оказались заложниками этой ситуации. Поэтому помощь надо оказывать не по принципу отраслевой принадлежности предприятия, а по другим критериям. Например, если выручка упала на треть, но предприниматель сохранил 90% коллектива, он имеет полное право на государственную поддержку. Вызывают вопросы у бизнесменов и другие критерии. Например, почему производителям мыло помогают, а тем же парикмахерам, стоматологам или магазинам одежды нет. В одном эксперты едины. Сложно выделить сферу, не затронутую экономическим кризисом, возникшим из-за коронавируса. Как ни странно, это может показаться, но не просто оказалось даже аптекам, в которые, казалось бы, выстраивались очереди за масками и таблетками. Аптеки и другие виды деятельности, которые работают с маркированными товарами, они первыми лишились имененки и вынуждены были перейти на упрощенку или на патент. Ну, на упрощенку, что повлекло резкое кратное увеличение налоговой нагрузки на эти малые предприятия. И все это не говоря про такие отрасли, как общепит и туризм, по которым коронавирус нанес колоссальный удар. В этой связи предпринимательское сообщество с большой надеждой ждет третьего пакета мер поддержки, анонсированного президентом страны. Он подразумевает и налоговые каникулы, и по-настоящему льготные кредиты, и помощь самозанятым, и целый ряд других шагов, которые, как ожидается, серьезно помогут предпринимательскому сообществу. В сложившейся ситуации чиновникам важно слушать самих бизнесменов, для поддержки которых и формируются государственные меры.